Короче, физическое состояние человека, как же это сформулировать, жестко разделимо с сознанием. Потому что я вот вчера напился, я не пью уже 100 лет вообще, я вчера напился и я ничего не могу делать. Вообще мне так плохо, вообще ужасно. Я блог записываю, да, 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 я записываю блог. Так вот, меня прервали. Нет, ты не глупая, ты очень умная на самом деле, ты мудрая. Дело вообще не в умности, нет понятия глупая, умная, есть понятие мудрости. Может быть человек сам даже абсолютно необразованный и не сведущий не в чем, быть мудрее миллиарда людей вообще просто по одному своему поступку. Ну так вот, короче, возвращаясь к этой теме, что вот пока спал, я чувствовал себя прекрасно, я где-то там летал, там во сне, там, состояние мое было кристально чистое и прозрачное. Вот только проснулся, я понял, что я так хреново себя чувствую и к чему это все я веду, что все-таки вот сознание, оно как раз в чистом виде без обременения телом является всегда трезвым, его даже невозможно затуманить, а тело физическое, оно занимается тем, да, спасибо, что тупит наше сознание. Вот и все. Тело, тело инструмент для отравления сознания. Нет, я понимаю, что люди, ну понятно, да, но имеется ввиду, что вот через тело можно воздействовать на сознание. Когда ты спишь, твое тело не задействовано в процессе, ты просто как бы путешествуешь в неизвестных мирах, там, ну понятно, да, мы во сне другие и по-другому. Короче, люди, не бухайте. Короче, не говори плохо про твое тело, не говори плохо про твое тело, я говорю плохо про то, когда мне плохо, вот, а не про тело. Это просто вывод из... А почему ты Вася?